После 22 августа отвод российских войск из зоны конфликта ускорится. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генштаба Анатолий Наговицын. Он пояснил, что к этому дню завершится обустройство миротворческих постов в Южной Осетии. По словам Наговицына, один из постов формируется также в районе грузинского города Поти. На него будет временно возложена охрана стоящих в порту кораблей. Вместе с тем генерал подчеркнул, что войска уходят и сейчас. Они покидают позиции, которые были вынуждены занимать в период вооруженного конфликта. Отводятся тыловые части, тяжелая боевая техника, расчищаются пути отвода передовых частей, поскольку грузинская армия бросила на дорогах большое количество техники, танков и иной техники, что затрудняет движение колонн. После выставления миротворческих постов отвод частей будет происходить более интенсивно, после 22 августа. Мы выполним взятые на себя обязательства по шести принципам, но будем делать это ровно с тем темпом, которым диктует обстановка. Представитель Генштаба также выразил недоумение по поводу обмена военнопленными, который состоялся сегодня. По словам Анатолия Наговицына, грузинская сторона утверждает, что в России остаются в плену еще 65 человек, однако список этих людей никто не предъявляет. Своей стороны грузинские военные отрицают наличие у них российских пленных. Договорились список на список. В результате, согласно нашего списка, 15 человек российской стороной передано грузинской. В ответ мы получили 5 человек и двух летчиков в составе этих. Пяти человек, которые, в общем-то, и потом грузинская сторона заявила, что больше военнопленных российских у них нет. Тем самым нам сейчас как бы дали понять, что этот одноразовый процесс обмена с точки зрения российской стороны, мы уже ничего там от них ждать не, нам не приходится, поплененным. А они нам будут выставлять некий список. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова